Пациенты, мутанты и хронические экстремалы в очередной раз залезли в грязь, чтобы доказать их авто все ни по чем. Сезонное обострение у них дважды в год. В этот раз себя и свои машины на прочность испытывали в Борском районе джип-триал под названием Борщ. Названию этому отвечал по всем параметрам. Виталий Рылеев убедился, все самое интересное начинается там, где дорога заканчивается. 50 экипажей на внедорожниках решили испытать судьбу. Началась гонка с торжественного открытия. Как на параде на главной площади выстроились экипажи, чтобы показать технику местным жителям. Конечно интересно посмотреть вот такую технику, познакомиться с такими ребятами, настоящими отважными мужчинами, которые вот так и проживают в экстремальных условиях. Такого количества внедорожной техники в Борском они еще не видели. А после традиционного возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны, пилоты катали детей. Классно, да? Нам понравилось. Хотелось бы самому принять участие. Да. Да? Вообще, конечно, очень интересно. Все здорово. Столько автомобилей. Такая масса народу. Вообще здорово. После торжественной части брифинг, а затем старт гонок. Самые легкие задания у пилотов в категории лаг и пациенты, а самые сложные у мутантов и хроников. Это постоянные машины без ограничений в технической оснастке. Именно им приходится влезать в труднопроходимые болота и брать точки. Побеждает тот, кто берет наибольшее количество точек. Заехать бывает легко, а вот выехать сразу не всем удается. Борьба с грязью может длиться по несколько часов. Но впереди еще сутки. И днем, и ночью 24 часа длится этот автомарафон. Именно вот такие мероприятия дают столько впечатлений, столько воспоминаний. У каждого свое. Кому-то важнее телевизор. Кто-то играет в карты, кто-то собирает марки, кто-то играет в шахматы. А мы вот лазим по грязи. Только на вторые сутки определяется победитель. Для бывалых пилотов главная победа. Для начинающих участие. Но и те, и другие получают основное, ради чего сюда приезжают. Драйв, адреналин и массу положительных впечатлений. Виталий Рылеев, Вячеслав Потоцкий. Новости. Губернии.